В продолжении темы. Накануне праздника повсеместно проходят концерты и торжественные мероприятия. В поселке Совхоз имени Ленина состоялся памятный митинг. По традиции он проходил у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вспомнить тех, кто отстоял независимость нашей Родины в самые сложные времена, и почти спавших пришли представители разных поколений, рассказывает Татьяна Акимова. Говоря о защитниках Отечества, прежде всего мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны. Потому что нет, пожалуй, в России такой семьи, которой бы та война не коснулась. У каждого есть родные, свидетели, очевидцы тех страшных лет, участники боевых сражений. Те, кто сумел выжить и не вернулись с полей сражений. У каждого своя история. Мой дед Барабанов Егор Фадеевич в 1941 году ушел ополченцем и пропал без вести, защищая подступы к столице. Его имя выбито на этой мемориальной плите среди сотни других имен жителей поселка совхоз имени Ленина и ближайших деревень, которые не сумели вернуться домой. Полина Маликова, учитель сельской школы, до сих пор не знает места захоронения своего деда по материнской линии Филиппа Яковлевича Вакуленко. В самом начале войны он пропал без вести на Украине. По словам свидетелей, был ранен, попал в плен. Мы его разыскиваем до сих пор, посылаем во все архивы. Его фамилия занесена в книгу памяти Кабардино-Балкарии. Вот он ушел, жил на Кавказе, семья жила. И вот до сих пор и дочь моя разыскивает, и все хотим мы знать, где он похоронен, чтобы поехать поклониться. У меня был прадедушка Иван, который погиб под Владимиром, ему даже не было 30 лет. Памятный митинг, который состоялся в поселке Совхоз имени Ленина в канун 23 февраля, объединил разные поколения. Ветераны в душе снова переживали лихолетие военных 40-х, а представители среднего поколения думали о героях нашего времени. Среди них и житель сельского поселения Юрий Салимханов, герой России, погибший в августе 96-го в Грозном. Вот так сложилась жизнь, что он попал на службу в армию, и, собственно говоря, там он совершил подвиг. Подвиг, который позволил многим людям выжить, потому что с собой он, собственно говоря, закрыл взрывчатое вещество и спас множество людей. Поэтому он и стал героем России. К детям и молодежи обратился настоятель Преображенского храма. Наша задача – помнить героев, благодарить их за голубое небо над головой и теплое, ласковое солнце. Очень хочется, чтобы эти ребятки и девчата не забыли тех ребят, которые любили, страдали, они хотели жить, они хотели создавать семьи, жить мирно. Но им пришлось отдать свою жизнь. И вот об этом нужно всегда помнить, потому что ценой их жизни строится мирная жизнь наша. Я бы хотела сказать спасибо тем, кто сейчас как бы не с нами. Спасибо, что они отдали жизнь за нас, то, что мы сейчас здесь стоим. Минуты молчания почти в память тех, кто прославил себя в битвах за Родину, участники митинга возложили цветы к подножию монумента. По окончании памятного мероприятия всех пригласили в церковь на панихиду по погибшим воинам, защитникам Отечества. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.